Вы смотрите подборку последних новостей о деятельности российского миротворческого контингента в Арцахе на канале НК Новости. Одним из жизненно важных задач в Арцахе стали обеспечение воды и мобильная связь. Дело в том, что после заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президентами Российской Федерации и Азербайджана и премьер-министром Армении о прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе, и которое оппозиция оценивает как пораженческую сдачу 75% территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики Азербайджану, армяне лишились основных истоков и источников воды и водных ресурсов. Также при сдаче территорий были оставлены или разобраны коммуникации, обеспечивающие электричеством или связи населения Арцаха. Ставить и внедрять новые системы обеспечения водой и связью арцахцам помогают военнослужащие российского миротворческого контингента. В этом контексте Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что миротворцы обеспечили более полторы тысячи жителей Нагорного Карабаха питьевой водой. Это и город Степанакерт, и отдельные районы Нагорного Карабаха. Мы проживаем на втором этаже и на данный момент, так как у нас не хватает воды, нам нужна была питьевая вода. Без российских миротворцев мы не смогли бы выжить. И я бы хотела поблагодарить их за то, что они помогают нам и за все, что они для нас делают на данный момент. Да, миротворцы являются гарантом для нас. Они защищают наши земли. И надеемся, что в дальнейшем все будет хорошо. За две недели военнослужащие гуманитарного центра миротворческого контингента совершили более 30 рейсов и обеспечили более 200 тоннами питьевой воды жителей Нагорного Карабаха. Для выполнения гуманитарной задачи миротворцы задействовали два водовоза, каждый объемом около 5 кубометров. Представили, в российском миротворческом контингенте обеспечивается подвоз питьевой воды жителям города Степанакерта. На указанный адрес это прибыл уже вторая автомобильная цистерна. До завершения ремонтно-восстановительных работ на водной станции и прокладки трубопровода в города и районы Нагорного Карабаха военнослужащие миротворческого контингента ежедневно обеспечивают местных жителей питьевой водой. Помимо этого, российские миротворцы обеспечили безопасность работ по восстановлению мобильной связи и сети интернет в отдельных районах Нагорного Карабаха, что позволило около 5000 жителям почти через 10 месяцев вновь получить качественную мобильную связь и высокоскоростной интернет. Заявление о прекращении огня, между тем, не всегда соблюдается. Жители Арцаха зачастую сталкиваются с милитаризмом новых соседей в лице Азербайджана турецких военных, которые стреляют по сельхоз и иной инженерной технике, не давая пахарям и коммунальщикам работать. Именно поэтому в Мартокерцком районе Карабаха вблизи линии разграничения сторон сотрудники телекоммуникационных сетей провели ремонтно-восстановительные работы на антеннно-мачтовых сооружениях сотовой связи и замену ретрансляционного оборудования под контролем российских миротворцев. Куда ты убегаешь? Нашей задачей сегодня является обеспечение безопасности проведения работ на вышке сотовой связи, которая находится вблизи линии разграничения, в связи с чем руководство компании обратилось к командованию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе с просьбой обеспечить безопасность проведения работ. Кстати, в отдельных районах Нагорного Карабаха проводятся работы по оборудованию сотовых вышек в связи с современными солнечными панелями, которые и обеспечивают бесперебойную работу мобильной связи и высокоскоростного интернета.